Дорогие друзья, Саакашвили агент Кремля. Вот смотрите, его представитель настаивает на том, чтобы мы вернули Польше 5 западных областей, Венгрии, Закарпатья, Бессарабию и Буковины, Румынию. Ну судя по всему, если вам так не нравится, Украина стала именно в результате этих событий, своих исторических границ. А теперь смотрите, я докажу, что и Турчинов, и Зеленский, агенты Путина или Миллера. Хотите, Газпрома? Очень коротко докажите, пожалуйста. Европа получает газ по одному газопроводу, который идет через Украину. Что нужно сделать, чтобы Европа захотела построить вокруг Украины другой газопровод? Но надо громче всех и раз в неделю орать, что в следующую среду Путин нападет. Что будет обязательно война, правильно? И этому газопроводу тогда, соответственно, угрожает великая опасность. Что тогда должен делать лидер Германии, Франции и остальных европейских стран, которые получают газ через этот газопровод? Придти к Путину и сказать, построй вокруг них и делай с ним что хочешь. Ну логично ведь. Ну это ведь логично. Заканчивайте. Но они сами спровоцировали Германию и всю Европу делать так, чтобы они согласовали обводной газопровод. Да, конечно. Дорогие друзья. Польша вообще в 1939 году Гитлера спровоцировала. Это же известный факт. Он доведен, этот факт. Все. Дорогие друзья, смотрите. Договориться до того, что Украина спровоцировала их на то, чтобы они строили этот газопровод. А какая другая причина? Дорогие друзья. Вот смотрите. Было единое решение. Другая причина в том, что они понимают, что это оружие. Это способ шантажа. Проснулся. В этом причина. Еще раз. А что в Германию поехал этот наш посуд? Кулеба, да? Кулеб. Что в Германию поехал? Мы уже заканчиваем. Дорогие друзья, быстро заканчиваем. Я такого не сказал. Розенка скажет и вы, но Мураев закончит все это. Я молчу вообще. Розенка скажи. На фоне закрытия атомных электростанций в Германии потребность газа будет расти. Но чтобы наш газопровод был интересен, надо наконец-то взять и сделать трехсторонний консорцию. Как бы это сейчас страшно не звучало. Между Европой, как страной потребителя, и Украиной, как страной транзитером, и Россией, потому что она хозяин ресурса газа. Все три стороны должны быть заинтересованы. Если вы этим не начнете заниматься, у нас города останутся без газа. Услышали?